Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию Архангел Гавриил через Шелли Янг. Принятие, понимание, любовь и руководство. Вот что вы ищете. Читает Лора. Хотя каждый красивый, добрый поступок – это дар, переход от совершения добрых дел как средства получения признания или доказательства своей правоты к совершению добрых дел без какой-либо другой причины, кроме как для выражения того, кто вы есть на самом деле, это именно то, как вы переходите от ожиданий, которые часто сопровождают действия, к чистой радости просто быть. Первый вариант предполагает ожидание внешней обратной связи, в то время как второй не зависит от внешнего подтверждения, потому что это акт божественного самовыражения, который по своей сути является полным. Вы не можете одновременно сопротивляться и творить. Вы не можете сопротивляться и течь в одно и то же время. Вы не можете одновременно сопротивляться и открывать, или смеяться, или любить, или исцелять, или отпускать, или получать, или принимать, или делать что-либо из того, что приносит вам радость. Проще говоря, сопротивление – это энергия, которая не может привести вас туда, куда вы хотите попасть. Это глубоко укоренившаяся 3D-привычка человеческого опыта и того, за пределы чего вы стремитесь выйти. Поэтому мы настоятельно рекомендуем в следующий раз, когда вы обнаружите, что у вас возникла коленопреклоненная ситуация сопротивления, сделать паузу и выяснить почему. Ваш новый уровень сознания знает, что это просто старая обусловленность, которая родилась из страха, сомнений, разделения и суждений. Немного поддержки от вашего внутреннего мудреца может быть всем, что нужно, чтобы выйти из состояния сопротивления и перейти к движению вперед. Чего вы не хотите делать, так это сопротивляться своему внутреннему противнику, так как это только укопает вас еще глубже и заставит вас перетягивать канат в войне с самим собой. Принятие, понимание, любовь и руководство – вот что вы ищете, чтобы чувствовать себя более комфортно в исследовании и расширении. По мере того, как вы будете приобретать опыт в том, чтобы предлагать это самому себе, старая привычка немедленного сопротивления начнет исчезать и сменится новым любопытством и жаждой жизни. Дорогие мои, вы не создаете жизнь своей мечты, находя то, чему можно сказать «нет». Вы обретаете жизнь своей мечты, находя то, на что ваше сердце способно ответить решительным «да». Сказанное «нет» никогда не зажжет вас так, как это может сделать «да», сфокусированное на сердце. Поэтому позвольте себе увидеть то, что не резонирует с вами, как энергию, говорящую «не так». И вместо того, чтобы вступить с ней в сопротивление, примите ее и позвольте себе переориентироваться на то, что вызывает больше радости, экспансии и поддержки. Вы не были созданы на этой планете для того, чтобы побеждать «нет», а скорее для того, чтобы открывать для себя «да», которое освещает путь к вашему высшему самовыражению. Существует разница между коленопреклоненным сопротивлением и проницательностью. Сопротивление – это осуждение и избегание, в то время как развлечение требует времени, чтобы вникнуть во что-то, прежде чем решить, подходит оно вам или нет. Первое – это реакция, второе – основано на осознанности. Реактивность часто является признаком того, что внутри вас есть что-то, что ищет исцеление вокруг этой темы или энергии, в то время как осознанность более любопытна и нейтральна и исходит из сбалансированного места. Чтобы действовать в своей жизни так, чтобы достичь того, чего вы действительно хотите, мы настоятельно рекомендуем вам подождать, пока вы обретете равновесие и сможете взглянуть на любую ситуацию с позиции мудрости. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, ваш выбор, ориентированный на сердце, всегда приведет к удовлетворительным и дающим силы результатам, в то время как сопротивление и реактивность будут держать вас на карусели нежелательных событий. Архангел Гавриил